Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо тем людям, которые физически пришел перед пандемией, перед объявлением каникул. Это вообще большой подвиг с вашей стороны. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что сможем набрать это количество людей. Я вас благодарю за ваш интерес к науке и к лекции Марии Андреевны. Сергей Анатольевич представлял вам Марию Андреевну в прошлый раз, рассказывал о ее основных направлениях деятельности. Я лишь еще раз, сотый раз нашей научной среды могу лишь подтвердить, что мы пытаемся совместить науку и медицину. Несовместимые вещи. Посмотреть, как медики реагируют на науку, как ученые реагируют на медицину, не очень хорошо. И люди, которые работают на стыке науки и медицины, у которых есть удивительно положительный опыт из этой области, мы их приглашаем, чтобы они поделились своими наблюдениями, знаниями, дали такие мастер-классы. И вам в будущем будет проще быть одновременно и учеными, и медиками. По крайней мере, пока мы в стенах медицинского университета. Поэтому позвольте мне представить Марию Андреевну. Вы ее в прошлый раз видели, но сейчас она нам расскажет о том, как производить стволовые клетки для медицинских целей, что для этого нужно и где мы их в ближайшее время будем использовать. Дорогие ребята и слушатели, которые сейчас онлайн, вы, пожалуйста, можете писать в чат вопросы, которые возникают. Мы все эти вопросы озвучим. Потом, если какие-то у вас есть замечания по технике, не слышно, не видно, то, пожалуйста, пишите наши технические службы, постараются все ваши вопросы учесть и ответить на них. А сейчас я предоставляю слово Марии Андреевну. Будьте добры. Спасибо большое. Спасибо большое, Борисович. Я очень рада видеть тех, кого я вижу. Так, видео, наверное, тоже включить, чтобы меня было видно. Ага, хорошо. Ладно, окейшки. Я сейчас расплачусь немножко с долгами, потому что на прошлой лекции я недопоказала три слайда, которые мне тоже хотелось рассказать. Мы, как вы помните, говорили про коктейль Ямонако, про репрограммирование до плюрипатентного состояния. Коктейль Ямонако – это Окт-4, СОКС-2, КЛФ и ЦИМИК. На самом деле некоторые модификации тут тоже возможно. Но таким образом мы можем из любой клетки практически содержащей ригитрой сделать плюрипатент. Встает вопрос, а можем ли мы из любой клетки сделать любую. И, в общем, ответ – да, потому что, используя другие наборы транскрипционных факторов, мы можем попробовать из фибробласты сделать нейрон, из нейрона сделать гепатоцит и так далее. На самом деле предпосылка к этой работе была работа аж с 1987 года Вайнтраупа, который вот сделал из фибробласта миобласт. Верник с коллегами скринировали 19 транскрипционных факторов. Это работа на самом деле в 2009 году. Это тоже с лентивирусной доставкой. И методом проб и ошибок нашли 5 наиболее важных, которые принимают большое участие в норме в нейрогенезе. И 20 приблизительно процентов фибробластов конвертировались в функциональные нейроны в течение двух недель. Это были клетки мыши. И потом для клеток человека тоже это было показано. И это, как видите, уже совсем давняя работа 2011 года, которая, тем не менее, говорит о том, что мы можем с помощью определенных наборов транскрипционных факторов делать так называемую трансдифференцировку или прямую конверсию клеток одних типов в другие типы. Ну и понятно, что из-за эпикинетического статуса каждого конкретного типа клеток набор транскрипционных факторов, которые мы доставляем для прямого репрограммирования, он будет достаточно индивидуальный. И таким образом схема, которую я показывала вам на первой лекции о том, для чего нужны индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, может быть несколько преобразована в такую схему, что мы можем для каких-то экспериментов напрямую, например, из фибробластов кожи или из клеток крови, получать клетки нужного нам типа. Другое дело, что лучше получать предшественники, а не окончательно дифференцированные клетки, потому что наработать таких клеток достаточное количество для каких-то очень крупных экспериментов достаточно будет трудно. Я расплатилась с долгами и хочу рассказать, в общем-то базируясь на первой лекции, о том, как использовать стволовые клетки в медицине и какая польза от наших фундаментальных знаний о том, как происходит развитие и регенерации. Потому что очень часто, на самом деле, когда мы говорим про науку и медицину, даже среди очень продвинутых медиков есть иногда мнение, что многие из нас занимаются какой-то странной ерундой вместо того, чтобы уже изобретать лекарства и делать что-то полезное для человечества. Вот как наши базовые знания о развитии, возможно, приводят к тому, что является полезным для человечества и о том, какой на самом деле долгий и трудный это путь. Кто такие стволовые клетки, вы знаете, таким образом, какие именно стволовые клетки уже нашли применение в медицине или идут клинические испытания клеточных продуктов или комбинация клеточных продуктов с генной терапией для того, чтобы лечить людей. Почему нужны клеточные технологии? Я думаю, что мне очень подробно на этом слайде не стоит останавливаться, потому что вы сами знаете, что есть в ортопедии огромная проблема восстановления козной ткани, хрящевой ткани, сухожилия и связочного аппарата. В офтальмологии и роговица, и сетчатка, и пигментные эпители сетчатки в связи с очень большим процентом дегенеративных заболеваний сетчатки возрастных или наследственной природы. Есть проблемы диабетической стопы, которая на самом деле является проблемой очень многих наук, включая иммунологии. И есть термические поражения и так далее. Есть реакция трансплантат против хозяина для иммунологических заболеваний. Есть огромный пласт, о котором я сегодня буду говорить, очень-очень коротко, как онкология. Есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Но на самом деле, мне кажется, что в любой области медицины есть тот сегмент, больше он или меньше, которым необходимы или во всяком случае желательно клеточные технологии, потому что пока что существующие методы лечения либо исчерпали себя, либо являются не совсем достаточными. Какие основные драйверы развития, собственно говоря, клеточных технологий? Это тенденция к персонификации медицины, что мы все больше и больше обращаем внимание на то, что надо лечить конкретную болезнь у конкретного пациента, базируясь на его знаниях, в том числе, например, о его геноме, транскриптоме и так далее. Есть большое количество неразвитаренных медицинских потребностей, об этом я уже говорила, и есть необходимость продления трудоспособного возраста и снижения возрастной инвалидизации. Люди хотят жить не просто долго, а хотят жить долго здоровыми. И со стороны здравоохранения, со стороны социума в целом есть большой запрос на инновационные методы диагностики лечения и реабилитации. Какие основные проблемы этой всей истории? На самом деле основная проблема – это вот это вот все можно суммировать так, что мы слишком мало знаем, а то, что мы знаем, когда мы переводим в практику, пока еще очень-очень дорого. мы не можем сделать наши высокотехнологичные и очень дорогие методы лечения доступными для каждого человека в рамках, скажем, страховой медицины. Я вам рассказывала про гематопатические стволовые клетки, про Александра Александровича Максимова, который действительно придумал унитарную гипотезу о происхождении клеток крови. И поскольку эти стволовые клетки, ну, может быть, не постольку, а так сложилось, что именно эти стволовые клетки, которые были открыты и описаны первыми, нашли первыми свое применение в медицине. И, собственно говоря, способность гематопатических стволовых клеток восстанавливать кроветворение и еще одна удивительная способность именно гематопатических стволовых клеток, а это способность к хоумингу, способность снова заселять свою нишу стволовой клетки, привела к тому, что теперь можно делать пересадку костного мозга. И это уже, конечно, очень наукоемкая, но рутинная технология, которая используется в медицине уже достаточно давно. Я вам напомню, что люди, которые заложили основу подобного рода в медицинских процедурах, это теломокалок, которые в 60-е годы экспериментально доказали существование стволовых клеток костного мозга, гематопатических. И сейчас это действительно это самая первая, самая распространенная технология. Я думаю, что вы, может быть, знаете про эту процедуру больше, чем я, но это процедура, которая восстанавливает стволовые клетки гематопатические, которые разрушены высокими дозами химиотерапии или лучевой терапии. Существует три типа трансплантации, то есть аутологичная, это когда пациенты собственные получают стволовые клетки, сингенная, это когда однояйцевые близнецы являются донорами, и аллогенная трансплантация, это либо родственная аллогенная, либо неродственная, когда донор не является однояйцовым близнецом. Трансплантация стволовых клеток была впервые осуществлена сэром Доннолом Томасом, который с 50-х по 70-е годы в институте Фреда Хатчинсона делал пересадки гематопатических стволовых клеток костного мозга при лейкозах, и позже эта работа была отмечена Нобелевской премией, и первые трансплантации происходили от однояйцового близнецов. Работа Томаса показала таким образом, что клетки костного мозга, которые вводятся внутривенно, могут повторно заселять костный мозг, производить новые клетки крови и в случае успеха полностью восстанавливать кроветворение, тогда, когда кроветворение было нарушено высокими дозами радиации или противоопухолевой химиотерапии. К 1990 году в мире было выполнено около 4 тысяч трансплантаций аллогенного костного мозга, а сейчас трансплантации более 60 тысяч ежегодно, и существуют, как вы знаете, реестры доноров костного мозга. В нашей стране эта технология была еще недавно, в общем-то, не очень развита, но все больше и больше технологии развиваются, существуют наши реестры, они, конечно, не такие многочисленные, как, скажем, в Германии, именно поэтому аллогенного донора очень часто ищут именно в реестрах Германии, но тем не менее. Технологии трансплантации костного мозга, они постоянно совершенствуются, потому что что за эти годы, вот начиная там с 70-х годов, научились делать? Ну, во-первых, как вы знаете, наверное, раньше костный мозг забирали путем аспирации клеток из подвисточной кости, это достаточно все-таки инвазивная процедура, которая требует анестезии, и чревато, в принципе, иногда бывает с осложнениями, и, кроме этого, научились мобилизовать гематопоэтические клетки в периферическую кровь с помощью гранултостарного как вагального фактора роста или МКСФ, научились сепарировать стволовые клетки и есть целые технологии этой сепарации, сепарация основана на связании специфических антител, например, CD34, там это магнитная может быть сепарация, обычно как раз она магнитная, на магнитных шариках, и научились замораживать клетки, клетки, на самом деле, криоконсервация стволовых клеток крови, это была, в общем, достаточно большая проблема, потому что сначала считалось большим успехом, еще в каких-то 70-х годах, если после криоконсервации оставались живыми 30-40% клеток, а сейчас они размораживаются практически количественно, таким образом можно эти клетки перевозить, хранить и так далее. Может быть, не только костный мозг, но и пуповинная кровь, поэтому есть реестры пуповинной крови, правда, к сожалению, число стволовых клеток в пуповинной крови, оно не так велико, и поэтому, скажем, одной порции пуповинной крови, которую собирают, соответственно, из плаценты, ее достаточно для того, чтобы, в среднем достаточно для того, чтобы восстановить кроветворение у пациента весом до 50 кг, но, тем не менее, такие банки пуповинной крови тоже существуют. Опять же, несмотря на всякую рекламу, хочу сказать, что в этих стволовых клетках пуповинной крови никаких больше стволовых клеток, кроме каким-то поэтических стволовых клеток, нет, и поэтому восстановление, скажем, клеток кожи или каких-то других клеток ждать от клеток пуповинной крови не стоит, потому что довольно часто в каких-то проспектах, особенно в центрах окушерства, говорится об обратном. Ну, в общем, эти технологии действительно сейчас есть, развиваются, несмотря на то, что, конечно, есть проблема иммунологической совместимости, есть реакция трансплантат против хозяина и так далее, и так далее. Это область исследования. Ну, если кто-то очень активно этим интересуется, то есть журнал «Плат» еженедельный, в котором можно почерпать из обзоров, собственно говоря, состояние. Ну, также есть «Пон Мэру Трансплантейшн» и другие специализированные журналы, которые можно почитать для того, чтобы подробно все узнать. Эта самая технология трансплантации клеток костного мозга или стволовых клеток крови, другими словами, она позволила перейти к другой концепции, вернее, к усложнению концепции, потому что комбинация генной и клеточной терапии возможна для лечения наследственных патологий крови и иммунной системы. Соответственно, доказательство концепции успешного переноса генов при серповидно-клеточной анемии было показано на пациенте, который получал гематопоэтические стволовые клетки, которые трансдуцированы были лентивирусным вектором, который кодировал нормальный вариант бета-глобина. Дальше с помощью лентивирусной инженерии, генной терапии были получены в ходе клинических испытаний наследственных иммунодефицитов, хронического грануломодоза и анемии фанкони. И на самом деле развиваются, я сегодня об этом говорить, наверное, не буду, потому что может быть в рамках научных сред будет еще речь идти об этом, это использование, редактирование генома с использованием либо цинкфингер-нуклеяс, либо таллинов для лечения. Федор рассказывал все это, но замечательно, то есть вы знаете всю эту историю совсем их с первых рук, потому что как раз Федор Рожнов является абсолютным пионером редактирования генома с целью именно уже применения в терапии. И про карти-терапию, наверное, вы тоже слышали неоднократно, но тем не менее я скажу, что карти-технология это тоже клеточная технология, конечно, она конечно это сочетание клеточных технологий и генотерапевтических, геноинженерных технологий. На самом деле первые химерные рецепторы, которые содержали части антитела и клеточного рецептора, они были описаны в Японии Куваной еще в 1987 году. И на самом деле эти работы велись одновременно. В 1989 году вышла статья Гросса в институте ВИЗ. И в 1991 году ВАИС в США показал, что химерные рецепторы, которые содержат внутриклеточный сигнальный домен CD3Z, активируют эти клетки. Соответственно, вся схема, я думаю, что она вам извините, пожалуйста, вся схема вам известна. Это, соответственно, Т-клетки геномодифицируются и на содержание химерного антигенорецептора и дальше мультиплицируются и, собственно говоря, эта технология используется для лечения опухолевых заболеваний крови. У меня куда-то... А, вот. Есть попытки. Это, собственно говоря, некая таблица, которая показывает, какие основные клинические испытания с помощью, так сказать, направленные на какие таргеты разрабатываются в гигантах фармакологических, ну, таких как Навартис, например, и направленные они на либо депустную бэкрупнотечную лимфома, либо на острый лимфобластический, лимфобластный лейкос, извините, и на лимфомы и так далее. Существуют подходы к лечению солидных опухолей тоже с помощью карти технологии, но, к сожалению, пока что есть очень большая проблема побочных эффектов подобного рода процедур, и широкого пока распространения в лечении солидных опухолей карти технологии не получила, но она пока и так не очень широко распространяется, но очень активно, не очень широко распространена, но тем не менее очень активно развивается. С клетками крови наверное пока все, хотя я рассказала только самую-самую вершину айсберга. И стволовые клетки в коже, про них я тоже рассказывала, о том, что они есть в эпидермсе, о том, что они есть на самом деле в волосе, и работа, которая положила на самом деле вот самый фундамент тому, что применяется сейчас уже широко, ну, если не у нас, то, во многих местах в, скажем, США, это работа Реймонда и Грина публикации в 75-м году, они впервые сообщили о выделении и серийном культивировании эпидермальных кератинацитов человека из небольшой биопсии кожи и образовании кератинизирующих колоний из отдельных клеток. Затем, это уже была следующая работа, тоже опубликованная в СЭЛ, если не ошибаюсь, Грин обнаружил, что клетки, которые растут в присутствии эпидермального фактора роста, ИДЖФ, сохраняют более высокую эффективность колонии образования в культуре, и таким образом получается, что с помощью эпидермального фактора роста можно поддерживать эти клетки в более активно пролиферирующем состоянии. И дальше они культивировали эти кератиноциты на подложке тоже из фибробластов, и дальше они нашли энзиматический способ переноса вот этих интактных лоскутов эпиделия ферментативного, и в первых работах они смогли в 6000 раз увеличить площадь, как-то автоматически переключается, увеличить площадь вот этого куска кожи. На самом деле есть по сравнению с исходной биопсией. И, собственно говоря, эта серия работ позволила обеспечить этот метод для получения достаточного количества кератиноцитов для биоинженерии. И сейчас уже существуют коммерческие кожные эквиваленты, которые, ну, наверное, самый известный может быть аплиграф, это уже довольно старый такой кожный эквивалент, эпицел и всякие другие, которые и такие на самом деле эквиваленты, кожные. Некоторые из них можно также крио консервировать и размораживать. Это просто прямо вот кусок, как заплатка. Некоторые из них это коллаген с фибробластами только, которые облегчают процесс эпитализации. Некоторые подложки это коллаген, фибробласты и кератиноциты. Некоторые это кератиноциты с фибробластами на каких-то других подложках, но тем не менее подобного рода кожные эквиваленты существуют и в общем-то даже активно достаточно применяются, хотя, конечно, понятно, что они дороги и это в большинстве своем соответственно аллогенные клетки используются, но на самом деле известно, что были такие истории, когда иногда даже ксеногенные делали кожные заплатки в военных условиях, кожа свиньи, это истории 80-летней давности, то есть на самом деле на некоторое время закрыть рану для того, чтобы облегчить эпитализацию, для того, чтобы в том числе аллогенные клетки продуцировали достаточное количество ростовых факторов, которые облегчают эпитализацию при ожоговом поражении, например, при ожоговом. Очень хотелось рассказать вам про одну работу 2017 года, в общем, это достаточно работа новая, потому что это образец образец коллаборации международной, которая была сделана в кратчайшие совершенно сроки для спасения жизни одного человека. Есть такая болезнь, возможно, вы тоже в курсе лекций про нее слышали, называется она булезный эпидермолиз. Булезный эпидермолиз это связан с в основном с мутациями, их может быть много разных, в гене, который называется ламбе-3, это один из белков семейства ламининов. И был ребенок, который страдал особо серьезной формой булезного эпидермолиза, у него было поражено там на самом деле эти мутации приводят в основном к тому, что там в общем кожа практически слезает, дети бабочки называются эти дети, если я не ошибаюсь, и это была очень серьезная форма, и я даже не решилась на самом деле поместить фотографию, как биолог, а не как медик, потому что на самом деле это действительно страшно, и значит, и тут коллаборировали в этой работе, если не ошибаюсь, немцы, итальянцы, бельгийцы, американцы, и еще представители каких-то стран, потому что одни люди хорошо умели делать вот эти кожные лоскуты, вторые люди умели очень хорошо делать вирусы, и был взят маленький кусочек кожи из паховой области, на самом деле, нет, с внутренней поверхности бедра, который наименее был поражен, и культивировали эти клетки, а клетки тоже на самом деле мутантные, поэтому они плохо росли, там были специальные технологии для того, чтобы они выросли, клетки заразили ретровирусом, который нес здоровой копии и вырастили их в лоскуты размером от 50 до 150 квадратных сантиметров, а потом хирурги из, совершенно потрясающие хирурги из Ружского университета в Германии, они покрыли этой новой кожей, соответственно, телом мальчика, и через два через два года, это работа на самом деле 15-16 годов, кожа начала регенерировать, и 80% тела было покрыто здоровым эпидермисом, человек на самом деле был спасен, потому что в основном на самом деле эти дети погибают от множественных инфекций, потому что кожа не выполняет одну из своих главных функций защитных. И, собственно говоря, к чему эта картинка, такие цветные кусочки, дело в том, что еще работа Рейнольдса и Грина, про которую рассказывал в 75-м годах, они заметили, что вот эти клетки, которые являются, ну, скажем, стволовыми клетками кожи, колонии, образующими единицами такими кожи, они тоже имеют свою иерархию. Некоторые живут долго и долго пролиферируют, из них можно вырастить там, условно говоря, большие лоскуты, а некоторые это короткоживущие клоны и так далее. И вот оказалось, что мы брали там микробиопсию и оказалось, что собственно говоря, через два года практически вся пересаженная трансплантированная кожа мальчика, она оказалась своим происхождением, кожа была заменена именно теми клетками, которые обладали наибольшей, наивысшей иерархией, наиболее высоким также пролиферативным и дифференцировочным потенциалом. Ну вот на самом деле клеточная терапия для лечения булезного эпидермолиса в рамках клинических испытаний она развивается тоже очень активно. Значит, как мы знаем, вы знаете, на прошлой лекции я рассказывала, что в костном мозге есть два типа клеток, гемотопоэтические и мезонхемальные стволовые клетки, мезонхемальные и стромальные. И потом оказалось, что мезонхемальные стволовые клетки есть и в других тканях кожи тоже, в качестве, например, в шировой ткани. И тут на самом деле направления исследования идут по двум путям. Первый путь это такой стрейтфорвард путь, хотя он тоже очень сложный и тернистый. Это попытки сделать либо костную ткань, либо хрящевую ткань, либо связки из мезонхемальных стволовых клеток, используя различные способы индукции и блокируя при этом дифференцировку в жировую ткань. И эта технология на самом деле довольно много клинических испытаний мезонхемальных стволовых клеток и часто их сочетают с различными биоматериалами, особенно для материала разрабатываются, скажем, для стоматологии, не только, скажем, для травматологии и ортопедии. Но еще было замечено не так давно, на самом деле лет 10 назад, что мезонхемальные стволовые клетки обладают неким иммуномодулирующим терпеть не могу этого слова, как заведующие кафедры иммунологии, потому что бывают активации и супрессии, а иммуномодулирующие это такая странная история. Но в общем, короче, секретом мезонхемальных стволовых клеток он способен к подавлению иммунного ответа, он способен к подавлению те факторы, которые в больших количествах секретируют мезонхемальные стволовые клетки, он способен к подавлению НК клеточного ответа, цитоксических телемфоцитов и так далее. И на самом деле сейчас идут клинические испытания как аллогенных, так и аутологичных мезонхемальных стволовых клеток для блокировки реакции например трансплантат против хозяина. Основной молекулой на самом деле которые опосредуют эту мунсупрессию это такой белок который называется ИДО но на самом деле там есть еще много других белков. И если мы посмотрим на клинические испытания мезонхемальных стволовых клеток как это ни странно мы увидим что вот тут графт версус хост и там бон масло да то есть тоже казалось бы они должны испытываться для чего это не криминорная история да а наиболее продвинутые клинические испытания это испытания мезонхемальных стволовых клеток для лечения скажем ишемического инсульта или для лечения других неврологических патологий есть уже в общем всем понятно что никакие МСК будучи трансплантированы и они кстати несмотря на многолетние дебаты по этому поводу скорее всего в отличие от генботопоэтических стволовых клеток свойством хоминга не обладают они в то небольшое время которое они находятся в кровотоке они обладают так сказать они с помощью каких-то паракринных механизмов они действительно возможно в качестве такого временного временного лекарства могут могут принести некое облегчение но не в качестве естественно источника клеток для восстановления нервной ткани но тем не менее пока все еще испытания их для лечения каких-то заболеваний нервной системы они на самом деле идут есть еще клеточные технологии которые базируются не на стволовых клетках а скажем на прогениторных клетках потому что есть технологии например сделать хрящ из биопсии и эти клетки они растятся в виде специальных сфероидов это конечно не органоид потому что это один тип клеток но тем не менее вот эти сфероиды потом ими заселяют ортроскопически делают такую операцию и восстанавливают хрящ и подобного рода процедуры некоторые фирмы скажем итальянские или швейцарские тоже предлагают теперь когда мы говорим действительно о тех стволовых клетках которые должны бы нам восстановить нервную ткань то где мы их возьмем и если посмотреть на то какие могут быть источники клеток для терапии нейрогенеративных заболеваний и каких-то других заболеваний нервной системы для восстановления утраченных функций мозга то есть фитальные нейральные клетки то есть клетки на самом деле абортивного материала я понимаю что существуют очень серьезные биоэтические моменты просто этические моменты связанные с подобного рода процедурой но тем не менее я не буду говорить про всякие которые были там вот этот как называется туризм за стволовыми клетками в страны третьего мира и так далее мы это мы сейчас говорим про цивилизованные страны и цивилизованные клинические испытания была целая большая программа которая называлась трансевра и на самом деле она продолжается немножечко под другим названием в который входят исследователи скандинавии скажем дании швеции и очень серьезные люди англичане туда тоже входят и для лечения паркинсонизма в течение многих лет были разработаны технологии выделения дофаминергических нейрональных предшественников для трансплантации больным с болезнью паркинсона в качестве источника дофаминергических нейронов на самом деле это большое клиническое испытание которое сейчас в нескомодифицированном виде продолжается оно позволило кроме того что некоторым людям это действительно помогло но кроме этого позволило разработать также систему выделения этих клеток хранения этих клеток введения этих клеток стереотоксического и так далее и так далее и я бы сказала так что я бы не стала отметать полностью подобного рода подход хотя сейчас появились новые уже давно на самом деле появились новые источники стволовых клеток для того чтобы некоторые из них могут быть как вы знаете и пациент специфические для того чтобы делать попытки трансплантации это эмбриональные стволовые клетки и это репрограммированные IPS клетки или на самом деле клетки которые могут быть получены с помощью директ конвершен или прямого репрограммирования МСК как я говорю тоже очень широко используется в клинических испытаниях обладает паракримным эффектом и так какие плюрипатентные стволовые клетки могут быть использованы или уже используются в клинических испытаниях для биомедицины очень изящная работа на самом деле которая была сделана компанией которая называется Viasite на основе технологии которая была разработана Дугласом Мелтоном дифференцировка эмбриональных стволовых клеток в инсулин продуцирующие клетки прежде чем эту технологию предложить ну в общем разработка серьезного протокола заняла лет 10 потому что как вы знаете для того чтобы сделать бета-клетки не только бета-клетки но и те бета-клетки которые в которых происходил бы правильный процессинг инсулина то нужно сначала получить без эмбриональных стволовых клеток дефинитивную эндодерму потом надо получить именно предшественники поджелудочной железы а потом надо получить уже зрелые бета-клетки кроме того как вы знаете если это эмбриональные стволовые клетки они обладают своим собственным каплотипом главного комплекса кистосовместимости поэтому совсем чтобы их не уничтожила иммунная система аллогенного рецепиента в таком случае нужно каким-то образом например их изолировать и была сделана специальная полупроницаемая мембрана в которую защелялись эти клетки и это такая капсулка которая содержала на самом деле несколько миллионов клеток она подсаживалась подкожно пациентам и на самом деле сейчас эта технология уже находится если не ошибаюсь на третьей стадии и что еще что еще может предложить современная наука плюрипотентных стволовых клеток в качестве источника клеток для трансплантации это конечно пигментные эпители сетчатки это дофаминергические нейроны и недавно первые аутологичные дофаминергические проджениторы были трансплантированы пациенту с паркинсонизмом это работа 20-го года эмбриональные стволовые клетки в клинических испытаниях в Китае в США и в Китае в США в Израиле и где-то еще забыла они тоже используются я чуть попозже расскажу кардиомиоциты из индуцированных при репотентных стволовых клеток и из эмбриональных стволовых клеток ну вот если посмотреть на клинику Трайлсков то на самом деле для некоторых идет только набор на первую на первую фазу но вот в Японии поскольку японцы пионеры генетического репрограммирования вот сейчас они тоже выходят в клинические испытания но на самом деле для кардиомиоцитов там есть некоторые серьезные проблемы эмбриональные стволовые клетки и ПСК они в таких пилотных трансплантациях используются потому что достаточно неплохо получаются пигментные петели сетчатки из плюрипатентных клеток эти технологии разработаны хорошо и на самом деле для трансплантации вот этого лоскута пигментного эпители для первых операций потому что сначала в суспензии пробовали эти клетки трансплантировать и вот эти 18 пациентов которые получили инъекции неродственных клеток естественно пациенты получали препараты для иммунсупрессии что ж такое оно у меня переключается само по себе и на самом деле эти клетки не образовывали именно того монослоя плотного с плотными контактами который нужен иногда на самом деле было были такие волнообразные трансплантат и на специальная была разработана хирургическая операция специальный блистер в котором выращенный монослой этих пигментных клеток трансплантировался в зону макулы для лечения макулы дистрофии поэтому подклеточную технологию была разработана специальная хирургическая операция которую показывали на большом конгрессе по стволовым клеткам международного общества стволовых клеток если мы посмотрим в саплимент той статьи где были впервые трансплантированы индуцированные плюрипатентные стволы извините пигментные педели из индуцированных плюрипатентных стволовых клеток это статья в New England Journal of Medicine 2017 года оказалось что это аутологичные были клетки пациента с возрастной макулы дистрофии так вот оказалось что эта процедура ну понятно что впервые трансплантация и это конечно очень серьезный успех и так далее и было сделано 32 клона IPS клеток из фибробластов и в конце концов из этих 32 клонов то есть 32 клона это 32 совсем разные клеточные линии и дальше их начали валидировать начали проводить контроль качества конечно для любого первого такого события контроль качества был исключительно серьезный так вот оказалось что делали репрограммирование не с помощью интегрирующих векторов а с помощью плазмид оказалось что в часть клонов плазмиды таки интегрировала кеном часть клонов не прошли контроль кариотипа часть клонов не прошли полногеномный секвенс потому что оказалось что там некоторое количество того что называется copy number variations и так далее дальше из этих трех клонов которые прошли контроль качества были сделаны 24 линии пигментного эпителия сетчатки которые дальше тоже это на самом деле материал из саплимента это в основную статью не вошло 24 линии пигментного эпителия для которых начали смотреть а правильное правильное ли это пигментный эпителий правильный он в одну обладает ли он соответствующей поляризацией в одну сторону он должен секретировать вид же фаскулярный интелиальный фактор роста а в другую сторону он должен секретировать петф который наоборот подавляет фаскуляризацию он должен обладать способностью к фагоцитозу потому что фагоцитоз внешних дисков фоторецепторов это одно из свойств пигментного эпителия сетчатки и так далее и так далее и вот оказалось что на самом деле из 24 линий только два клона пигментного эпителия обладали всеми этими свойствами и трансэпиделиальное сопротивление у них было такое как надо и так далее таким образом если каждую процедуру для второго пациента оказалось что всего один клон удовлетворял всем критериям и к тому моменту какой-то один клон был выбран оказалось что уже пациент не очень подходит для этой операции по состоянию здоровья и так далее и таким образом если мы вот это вот все суммируем сколько было потрачено денег усилий времени для того чтобы получить собственные клетки для этого человека для пациента аутологичной окажется что процедура стоит безумных денег и она достаточно долгая и поэтому очень хотелось всем получить какие-то универсальные очень хочется получить универсальные клетки которые подходили бы ну если не всем то некому большому большой когорте людей в случае чего и такой подход действительно ну тут на самом деле на этом слайде представлены некие про и контра аутологичные аллогенные трансплантации потому что с одной стороны можно получить плюрипатентные стволовые клетки или их потомки с пониженной иммуногенностью это достаточно технологично с другой стороны есть повышенный риск если не повышенный риск онкотрансформации но повышенный риск если вдруг трансформация такая произойдет то каким образом мы вычленим именно такие опасные клетки и не дадим им в случае чего размножиться после трансплантации то есть трудоемкость и очень очень высокая стоимость таких аутологичных клеток она конечно диктует какие-то подходы поиск каких-то подходов для снижения иммуногенности я думаю что нет нужды здесь говорить о том что такое молекулы и челей класса 1 о том какие они разнообразные сколько у нас есть совсем разных аллелей и собственно говоря почему существует проблема диссовместимости по первому классу и тем не менее вот есть такой интересный подход который сейчас прямо разрабатывается ну не только в Японии но и в других странах понятно что для успешной что большинство из нас по и челей является гетерозиготами но с другой стороны существуют достаточно не такие уж редкие гомозиготы и предполагается что соответственно люди доноры гомозиготные по и челей будут подходить к любой гетерозиготе у которой хотя бы один аллель совпадает с этой гомозиготой если сделать банк IPS клеток от гомозиготных доноров то в таком случае вот был посчитан на самом деле еще тогда когда IPS не было а были только эмбриональные стволовые клетки сделаны что 10 линий гомозиготных эмбриональных стволовых клеток которые выбраны из 10 тысяч и первых совместимы с 38% всего населения Англии конечно есть редкие аллели есть люди для которых вообще донора очень трудно подобрать но у нас есть наиболее часто встречающиеся аллели АБЦ в популяции и там скажем если 100 линий индуцированных плерепатентных стволовых клеток которые выбраны от гомозигот хватит для того чтобы покрыть 75% европейского населения скажем населения Европы для населения Африки которая гораздо более полиморфна этих клеток и этих линий нужно будет гораздо больше и вот такие банки на самом деле создаются понятно что эти банки они если я не ошибаюсь там первые 15 линий было сделано но эти линии должны получаться естественно в GMP условиях они должны в сертифицированных GMP условиях они должны быть точно свободны от каких бы то ни было патогенов они должны иметь нормальный кариотип они должны удовлетворять всем условиям нормальных диплоидных клеток не содержать посторонних инсерций репрограммирующих факторов генов репрограммирующих факторов экзогенов геномии и так далее и так далее с другой стороны не так давно тоже появилась работа которая говорит о том что на самом деле НК то есть естественные клетки естественные киллеры не так просто обмануть и они на самом деле в гомоземботе узнают отсутствие второго аллеля но на самом деле мы разбирали вот на семинаре эту статью и нас не очень убедили сила этого НК клеточного ответа но тем не менее вероятно что эту проблему тоже надо будет решать а сейчас наша лаборатория скажем работает над тоже клетками у которых нокаутирован ген бета-2 микроглобулина и таким образом Т-клеточный ответ не вызывается другое дело что НК клеточный ответ и этому увеличивается но оказалось что как это ни странно мы сейчас разбираемся в том почему так так происходит клетки аутологичные Т-клетки и аутологичные НК клетки реагируют скажем на аутологичные фибробласты гораздо меньше ну или вообще не реагируют чем на фибробласты которые дифференцированы из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток этого же пациента и в случае Т-клеток это можно объяснить тем что в НК клеток можно это объяснить что HLA класса первого на клетках не очень зрелых экспрессируется меньше то вот Т-клеточный ответ мы пока объяснить не можем но стараемся но тем не менее подходы к тому чтобы сделать такие универсальные клетки методом либо коллекционирования гомозигот либо либо нокаута скажем всего того что опосредует НК клеточный или Т-клеточный ответ он тем не менее есть ну собственно говоря есть обобщенные стратегии индукции иммунологической толерантности которые на самом деле используют в том или ином виде либо опухолевые клетки либо нормальные клетки ну нормальные клетки можно назвать экспрессию растворимой в качестве опухолевых клеток естественно там нашумевшие вы уже знаете про PDL наверное и PD-1 и эти технологии тоже сейчас обсуждаются для того чтобы сделать некие универсальные индуцированные плюрипатентные стволовые клетки но это как раз те технологии которые еще пока никаким образом не вошли в клиническую практику но тем не менее широко обсуждаются говоря о том что стволовые клетки или продукты стволовых клеток могут быть использованы и планируются часто к использованию в клинической практике конечно нельзя забывать о том что эти стволовые клетки очень часто особенно для таких-то проблем которые связаны с восстановлением костной ткани например они неотделимы от проблем биоматериалов и биоматериалы это тоже абсолютно отдельная наука и недаром существует очень высоко импактный журнал который называется Biomaterials и потому что мы должны физики инженеры химики биологи медики должны создавать материалы которые с одной стороны были бы безопасны для человека инертны они могли быть биодеградированы в одном случае в другом случае небиодеградированы которые помогали бы либо стволовым клеткам дифференцироваться либо дифференцированным клеткам там скажем расти и существует целая на самом деле система биоматериалов которые каждый подбирается для каких-то своих определенных целей потому что есть биоматериалы которые способны к постепенному высвобождению скажем ростовых факторов есть биоматериалы которые защищают клетку от атаки иммунными клетками про это я уже рассказывала есть антимикробные пленки есть биоматериалы антимикробные или противовирусные и так далее и так далее и вот противовоспалительные разрабатываются биоматериалы тоже требования к ним самые разные и конечно каждый раз когда мы говорим там скажем про клеточную терапию или про генную терапию или про биоматериалы все чаще и чаще технологии эти рассматриваются именно в своем интегрированном виде когда для того чтобы решить какую-то сложную проблему нам нужен и нужна и генная терапия и клеточная терапия и биоматериал на котором эти клетки будут трансплантированы ну наверное да ничего не произошло у меня слайды кончились вот я видимо в поскольку прошлый раз не успела то я так сказать выполнила наверное сегодня свою программу у меня тоже есть дальше что рассказать и даже есть с собой всякие другие интересные слайды про вспомогательные репродуктивные технологии но я думаю что на этом я сегодня закончу и лучше я отвечу на вопросы если они будут спасибо пока во-первых слушатели онлайн пожалуйста задавайте вопросы и очень надеюсь что они сейчас у вас возникнут те кто в зале пожалуйста тоже думайте о вопросах у меня один вопрос пока а вот все же при производстве индуцированных плюрипотентных клеток стволовых клеток то возникает какие-то индические мутации то есть все же было показано вроде как что когда вы перепрограммируете их с помощью четырех факторов ямонаки то там происходят мутации какие-то и вот не опасно ли это естественный вопрос не опасно ли не можем ли мы не дай бог вылечить инфаркт или там я не знаю болезнь Паркинсона а при этом занести какую-нибудь опухоль туда не дай бог если не в тех генах эти мутации возникли действительно ли подтвердилось что мутации возникают я слышал там у десятки мутаций которые возникают спонтанно при перепрограммировании действительно ли это подтвердилось в эту эру генетического сиквенирования геномного сиквенирования и какие вообще мысли относительно того что все же эти клетки чуть-чуть другие как всегда вы задаете самые главные вопросы обобщающие одним словом не ответишь потому что когда смотрели вот недаром я показала этот сублемент потому что когда делали когда делали репрограммирование с помощью ну просто плазмид оказалось что часть плазмид встроилась ну трудно себе представить чтобы там какая-то часть не встроилась но какая-то и не встроилась в каких-то синви нашлись в каких-то не нашлись и да бывают там даже с кариотипическими аномалиями IPS и конечно до какой степени мы должны их проверять потому что когда делали в некоторых случаях полногеномное секвенирование оказалось например что часть мутации которые находили они происходили из фибробластов причем из фибробластов не какого-то там сисюсятого двадцатого пассажа а вот прям биопсию кожи секвенировали и оказалось что там некоторая часть этих клеток тоже содержали некую мутацию понятно что у нас всегда идет адаптация клеток к культуре да и чем дольше мы их там растим не самых лучших для нас условиях для ну для клеток не физиологических условиях тем большую адаптацию мы можем мы можем предположить например была вот статья еще очень давняя в Nature по технологии когда оказалось что амплификация небольшого участка двадцатой хромосомы которая содержит антиапататический ген BCLXL она приводила в некой части клеток к их преимущественному росту и делению и исключать этого конечно нельзя но точно так же можно индуцировать я не считаю что это такие гримасы репрограммирования в принципе любая клеточная культура если мы ее ну там я не знаю тот же самый кожный лоскут который мы растим в той или иной степени а тем более который мы предположим как вот для лечения булезного эпидермолиза заражаем ретровирусами которые несут тот или иной ген мы тоже подвергаем эти клетки какому-то внешнему воздействию и наверное мы должны держать в голове что мы должны это должны это проверять там существуют некие стандартные тесты на трансформацию клеточной культуры их можно расширить и так далее про саму процедуру репрограммирования ну в принципе полностью репрограммированные клетки в которых замолчал трансген проходит самый главный в мыши физиологический тест это тест на образование химер и тест скажем на тетроплоидную комплиментацию который говорит о том что рождается здоровое животное которое не покрыто никакими опухолями и так далее но все равно конечно надо это иметь ввиду сама процедура репрограммирования наверное она может привести к каким-то дополнительным мутациям и это было неоднократно показано вот а может и не привести про пульпу зуба был вопрос сейчас было бы здорово чтобы пользователь Redmi который попросил вернуться к трем слайдам сформулировал свой вопрос пока он думает мы можем задать вопрос который от Александра Александра Моисеева здравствуйте Мария Андреевна спасибо большое за интересную лекцию касаясь вопроса регенеративной медицины я встречал статьи посвященной использованию стволовых клеток пульпу зуба в регенеративной медицине причем приводится данные свидетельствующие о перспективе использования этих клеток для лечения заболеваний сетчатки скажите пожалуйста используется ли такая методика в клинической практике сейчас что касается нашей страны мне хотелось бы надеяться что коллеги выполняют 180 федеральный закон который говорит о том что клетки которые которые используются или планируются к использованию должны быть получены в соответствующих GMP условиях и если они культивируются я могу представить себе подобного рода схему что берутся клетки пульпы зуба репрограммируются и пьес клеток из них делается пигментные эпители либо клетки сетчатки и потом предположим трансплантируются подобные клинические исследования мне неизвестны но они имеют некий научный смысл что касается клеток пульпы зуба для лечения ну скажем либо сенсорной сетчатки либо пигментного эпители мне не очень понятно что они там будут делать потому что клетки пульпы зуба это клетки мезодермального происхождения если даже предположить что это клетки которые происходят из нервного гребня все равно в общем в качестве перспективных очень перспективных я их не вижу может быть я что-то не знаю я хотел узнать у Александра Моисеевой она удовлетворена да спасибо большое за ответ отлично Ярослав Мироненко спрашивает здравствуйте есть ли успехи в лечении стволовыми клетками постинфарктного кардиосклероза какова эффективность какие проблемы могут возникнуть при использовании стволовых клеток в лечении кардиосклероза значит что касается клинических испытаний я точно знаю что клинические испытания были и идут даже по мезонхимным мезонхимальным стволовым клеткам для лечения в том числе кардиосклероза поскольку еще нету репорта да я не знаю если просто я уже на первой лекции говорила что сказать стволовые клетки это значит ничего не сказать потому что как-то если кардиомиоциты например да то есть проблема ритмии прежде всего да мы берем какой-то кусок ткани там есть собственные обычные бейсмейкеры и там есть некий ритм да если идет трансплантация не устроим ли мы пациенту страшные проблемы с тем что да как сделать так чтобы чтобы этот ритм чтобы этот ритм был един да еще и правильный в общем это действительно большая проблема но вот могу сказать что с трансдифференцировкой был исключительно изящный эксперимент сделанный на крысах по-моему нет на мышах на мышах в лаборатории Рудольфа Яниша когда они смоделировали инфаркт мышей это конечно не совсем то заболевание о которых о котором говорит вопрошающий но тем не менее это по-моему интересно моделировали инфаркт мышей и постинфарктный фиброзный рубец образуется так вот они сделали инъекцию если я не ошибаюсь там был НКХ2.5 в лентивирусе и кто-то еще из кардиорепрограммирующих генов и часть фибробластов стала кардиомиоцитом таким образом мало того что фиброзный рубец стал меньше так еще и фибробласты стали кардиомиоцитами а поскольку были внутренние как бы пейсмейкеры то значит там еще и проблемы аритмии большой не было ну очень была изящная работа но для лечения естественно никто это пока не использует спасибо большое я хотел узнать Ярослав Мироненко удовлетворен пусть тогда напишет пользователь да удовлетворен пользователь сказал что нужно было просто посмотреть на слайды теперь мы разбавим у нас есть вопрос онлайн может быть есть вопрос из зала кто-то хочет спросить да пожалуйста здравствуйте прошу прощения возможно вопрос некорректный но существует утверждение что ну как бы нервные клетки не останавливаются но мезонхимальные клетки как-то это делают то есть они как-то трансформируются в нервные ну каким образом просто хотел узнать да никак не трансформируются они в нейроны другое дело что мезонхимальные клетки способны например если я не ошибаюсь к синтезу уж точно ФГФа второго это железно да о том и НГФа тоже и это способствует наверное при возможности да восстановления нервной ткани да мезонхимальные стволовые клетки даже если их очень долго бить и подпаливать ретиноевой кислотой нейронам не станут еще кто-то хочет из зала ну подумайте пока еще у нас есть вопрос Маш добрый вечер используются ли индуцированные плюрипатентные клетки в лечении заболеваний лимфатической системы какие трудности возникают при этом можно ли конкретизировать вопрос заболевания лимфатической системы что имеется ввиду ну будем надеяться что Даша Ксения сейчас напишет у меня знаешь тоже такой вопрос есть ты разъеднулась мои сомнения я помню что у Яниша была работа когда они пытались сделать клонирование животных ну что похоже так или иначе идет же про репрограммирование да и показали что репрограммирование у мышей происходит только они используют болимфоциты зрелые и незрелые у которых локус иммуноглобулина был либо уже реорганизован что говорил о том что клетки зрелые то есть уже почише терминальный дифференцированный либо он незрелый то есть они вроде как стволовые показали что все успешные ядерные переносы получились когда просто потом они анализировали кусок хвоста отрезали и смотрели что там с локусом и что у них происходило то все происходило из неорганизованного нереорганизованного иммуноглобулина то есть вроде как все успешные ядерные переносы переходили из таких стволовых клеток да вот б-клеточного ряда то есть не до конца зрелых правда ли что если ты будешь перепрограммировать клетки с помощью факторов ямонаки то ты будешь ну это будет работать наиболее эффективно на тех как бы не до конца терминальных дифференцированных клетках и будет тогда отбор из твоей культуры вот таких вот клеток в большой степени да другое дело что в культуре кожных фибробластов трудно найти недодифференцированные клетки скажем а потом у Яниша была еще одна работа где они отлично все с реорганизованным локусом сделали у них получилось конечно эффективность чем это вопрос эффективности чем более ранняя клетка тем понятно она ближе к фитальной дифференцированной эпиденом конечно другой а например работа была исключительно тоже изящная это был Рон Маккея или кто-то еще не помню кто вспомню скажу когда когда репрограммировали с помощью Шоллер это был значит когда репрограммировали с помощью одного окта нейрональные прогениторы потому что понятно почему с помощью одного окта эндогенный цимик есть эндогенный клф есть эндогенный сокс есть налили экзогенный окт и все получилось я думаю что все действительно зависит от транскриптом эпиденома созрели у вас вопрос да Алексей Александрович пожалуйста здравствуйте спасибо за интересный доклад вот вы прозвучали слова про эпиденом на изменения а вот вы не могли бы чуть поподробнее рассказать в какую сторону при перепрограммировании эти изменения происходят ой какие вопросы на самом деле мне при Егор Борисович про эпиденом наверное даже стыдно рассказывать но могу могу сказать значит есть работы обзорные которые можно почитать классиков науки таких как скажем Янг или Яниш где это очень подробно описано но в целом что что сначала что в конце первым должны замолчать гены которые соматически специфичны то есть например одни из первых замолкают гены например если мы клетки эндотелия да репрограммируем то вот одни из первых замолкают гены специфичные именно для эндотелия CD31 там я не знаю фактор галибранта или что-то в этом роде значит потом потом активируются гены которые эндогенные то есть экзогенные ОКТСОКСКЛФСИМИК находя свои мишени да они активируют свою очередь они на самом деле являются то есть часть из этого коктейля Монако их мишени это гены тех ДНК метилтрансфераз гистоновых децстилаз которые собственно говоря и разворачивают да весь и заворачивают там эпигену то есть все эпигенетические марки меняют поэтому там есть несколько стадий так называемая стахастическая и детерминистская вот во время этой стахастической стадии почему собственно говоря не все 100% репрограммируются клеток потому что часть не может пройти через этот барьер да и просто либо умирает либо там трансформируется в какие-то другие типы от этого зависит это все еще от дозы экзогена и значит метилируются промоторы соматических генов да метилируются промоторы генов которые поддерживают перепадентность это я конечную стадию на самом деле рассказываю да потому что там еще много всяких промежуточных да там происходит и в ответ на вопрос что меняется в соматической клетке когда она становится плерепатентной я могу смело ответить там почти все вот какие-то череги гены на самом деле в основном хаоскиппинге да они остаются интактными с точки зрения и метилирования и ацетилирования гистонов там скажем да Алексей Александрович я могу еще сказать что вот характеристикой стволовых клеток и перепрограммированных и плерепатентных клеток являются бивалентные марки которые то есть на промоторах у тех генов которые они могут быть и положительные и отрицательные одновременно на одном промоторе а у соматической клетки дифференцированной она уже либо одна либо другая это ключевое эпигенетическое отличие которое отличает ну про бивалентные 화�к только что в Селли вышла статья которая говорит что на одном аллеле она активна на другом ну на бивалентной историей да она скорее всего все же существует бивалентная марка которая как бы ген может и включиться и выключиться то есть он сидит в таком пусть даже на двух алелях да пусть это и так но если диплоидно смотреть он может и включиться и выключиться наверное не на одном гистоне сидит одновременно и то и другое но вполне возможно что он поаллельно, но так или иначе это является основной отличительной особенностью стволовой клетки эпигенетической. Онлайн зададим вопрос. Наконец, Ксения пояснила свой вопрос. Использовали индуцированные плюлипотент стволовой клетки в лечении заболевания лимфатической системы. К примеру, лечение ВИЧ-инфекции, замена пораженных клеток на здоровые. А, ну в смысле, что убить у пациента все лимфоциты, а потом сделать трансплантацию? Ну, наверное, да. Мне жалко, что мы не можем послушать Ксению. Она могла бы, если... Может быть, Ксения, вы можете включить микрофон и подискутировать с вектором. Я понимаю, о чем вопрос. Наверное, о трансплантации гемотопоэтических клеток. Можно ли теоретически взять, убить гемотопоэс весь, а потом подобрать соответствующего донора и сделать трансплантацию костного мозга? Ну, на самом деле, для тех людей, которые уже больны, с ПИДом, скажем, мне кажется, что... Ну, это должны гематологи, транспланторологи сказать. Мне кажется, что эта процедура была бы смертельно опасна для человека с таким недугом. Но я не готова медицинские вопросы тут обсуждать. Теоретически, в принципе, это могло бы пройти. Но надо посмотреть, почитать. Ну, мы помним о том, что для ВИЧ-инфекции может подойти редактирование уже из несуществующих клеток, да, по замене по... Может, в СЕР-5, да. В СЕР-5 мы можем редактировать. И вроде как даже уже существующие терапии так или иначе появляются. Вот, поэтому я надеюсь, Ксения удовлетворена ответом. Гришакова Евгения. Здравствуйте. Некоторые раковые клетки трансформируются в стволовые клетки. Значит ли это, что для раковых опухолей, образованных такими клетками, не существует лечения, так как они могут дифференцироваться в разного вида клетки и уходить от иммунной системы или внешнего воздействия? Терапия, скобочка. На прошлой лекции что-то подобное, какой-то подобный вопрос мне задавали. Я все-таки считаю, что стволовые клетки и условно раковые стволовые клетки – это разные клетки совсем. Вот не бывает такого, чтобы опухолевая клетка, которая по каким-то причинам уходит в какой-то более эмбриональный фенотип и приобретает какие-то, возможно, маркеры и свойства такие, она была эквивалентна и могла бы дифференцироваться в самые разные виды нормальных клеток и так далее. То есть опухолевая стволовая клетка – это отдельный совершенно вид, там всегда должны быть определенные мутации и так далее. Но можно ли их вылечить или нет, все зависит. На самом деле есть как раз всякие стволовые клетки или около стволовые, они как раз характерны для опухолей, таких как лейкозы. В общем, существуют подходы к лечению лейкозы, которые достаточно успешны, поэтому почему бы и не лечить. И Евгений Короткевич, добрый вечер, спасибо за лекцию. Вопрос, казалось бы, такое заболевание, как бульозный эпитермолиз, достаточно распространенный клинический случай, представленный в статье. Он не единственный. Почему тогда способ терапии не вести более широкую практику и даже начать лечение с младенчества? Ну, во-первых, все-таки вот та история, про которую я рассказывала, это то, что в медицине, так же, как и в, наверное, биологии, носят название state of the art. То есть это абсолютно такая уникальная история, когда лучшие лаборатории объединились и так далее. такой квалификации в, скажем, в рутинной, ну, в какой-то обычной больнице, да, пока мы не можем себе этого позволить, да, нету ни кадров, ни ресурсов, но я знаю, что это действительно не единственный случай, и я знаю, что булезным эпидермолизом занимаются в том числе и у нас в Москве, и в рамках там клинических исследований, ну, не совсем такие работы, но похожие работы проводились. Коллеги онлайн, пишите, если что, и мы задаем еще вопрос. Есть вопросы? Нет вопросов? Да, прошу. Да. Ну, вот говорили про ВИЧ, если честно, я не совсем понял, зачем восстанавливать гематопоэнс, потому что вот ВИЧ поражает Т-хелперы, CD4-белок он прикрепляется, а Т-хелперы у нас образуются в тимусе, в раннем возрасте, и они гномдаются почти на всю жизнь. То есть там уже не будут они еще раз образовываться, и поэтому если ВИЧ встраивается в наши клетки Т-хелперы, то он остается с нами, он там с помощью обратной транскриптазы приходит в наш геном. Поэтому остановив даже синтез новых клеток, мы все равно не избавимся от ВИЧ крови. Ну, я не совсем про это говорила, на самом деле. Я говорила про то, что нам нужно каким-то образом, с помощью каких-то подходов, элиминировать больные клетки. С помощью какого подхода предполагается элиминировать больные клетки? Зараженные клетки, хорошо, не больные, извините. Либо предотвращать новые заражения. Вот это другое дело, предотвращать новые заражения. Я думаю, это очень сложно, вот именно отделить Т-хелперы зараженные от незараженных, потому что ВИЧ вроде не выстраивает никаких специфических белков на мембране, и поэтому нельзя. Можно, наверное, убрать все Т-хелперы, потому что они классические. Ну, вот я говорю, что вы можете предложить способ брать все Т-хелперы из организма? Ну, в принципе, можно, конечно, постоянно, так сказать, теоретически можно представить там историю, когда мы магнитно сепарируем кровь, которая циркулирует где-то как бы экстракорпорально, да? Ну, в общем, это трудно. Но если вы отредактируете ССР-5, и у вас будет некая выборочность, ну, даже если у вас очень низкий процент редактирования, то вы получите некую селективность, что будут выживать только те, которые отредактированы, через какое-то время они размножатся, и они не будут чувствительны, они не смогут подвергаться действию вируса. Вот как раз редактирование тут правильный подход. Если я не ошибаюсь, Игорь Парич, есть же клинические. Да-да, есть уже просто клинические случаи, и уже там клинические фазы, клиническая спальня достаточно глубоко пройдена с этой штукой. Я, может, неправильно понял, то есть это заменяет ТХЛП по частям? Нет, нет, просто вирус проникает в клетку через соответствующий рецептор. И если убрать рецептор с поверхности клетки, вирус не найдет в мишени. Собственно говоря, это то, что это была абсолютно скандальная история про редактирование, соответственно, близнецов, под названием «Попа», которые носят псевдонимы. В нашем университете, так или иначе, да? Нет, я не про университет, я про Китай говорю. Про Нана и Лулу. Про девочек. Нана и Лулу, которых отредактировал китайский исследователь. Потом от него открестился университет. Он получил три года тюрьмы. Ну, в общем, про редактирование, репродуктивное редактирование человеческих эмбрионов. Вот, а если, соответственно, редактировать гематопоэтические клетки, да, это, в принципе, возможно. Если останется хотя бы часть техелперов, которые будут отредактированы, то, да, это подход. Ну, вот говорю, что есть испытания, надо на этот, на яичков залезть и посмотреть, в какой они стадии находятся. Спасибо большое. Если, а, вот, да, 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 публикации есть, действительно, много публикаций. Если вы хотите посмотреть, наберите CCR5, и многие жители нашей страны, севера нашей страны, там, поморы, они несут, ну, минимум, гетерозиготный вариант, а максимум и гомозиготный вариант CCR5, поэтому они просто физически устойчивы, ну, или, по крайней мере, не заболевают. Нужно понимать, что если вы у китайцев поменяете, это раз уж мы об этом заговорили, то люди, которые живут на юге и на севере, у них по-разному может быть устроен иммунитет. И те, которые уже привыкли, или многие поколения живут с гетерозиготной или с гомозиготной делец и CCR5, то их иммунитет предстроился, но произошла некая адаптация этого. Если же вы напрямую перенесетесь к китайцам, еще большой вопрос, что будет с их иммунитетом, поскольку вы все остальное не компенсируете, и остальное вы их геном не компенсируете, он остается китайским, условно говоря, привыкшим к жизни в определенных условиях. Так что это вопрос еще насколько... Кстати, не только через CCR5 проникается речь. Ну да, в том числе. Поэтому остальной иммунитет будет ли... Они, может, от гриппа будут умирать. Да, и были работы об этом, указывающие о том, что если вот на таком некомпенсированном фоне вы выбираете CCR5, то могут быть проблемы с обычным иммунитетом. Поэтому вы вылечите, или там, условно говоря, мы надеемся, что они не будут болеть спидом, но они умрут от, может быть, простой болезни. Так что здесь нужно просто быть очень аккуратным и использовать научный метод познания, а не только эмоции, которые нами всеми владеют часто. Вот вопрос, не подскажете, какая фар-компания уже провела такое исследование по редактированию? Ну, какое... Да, похоже. По-моему, это Сангама была. Вопросы еще есть? Нет. Если вопросов больше нет, то я бы хотел поблагодарить Марью Андреевну. Спасибо вам. И действительно очень важно, полезно, ценно, смычка между тем, что делаете вы и что делают университеты, студенты, может быть, кому-то из слушателей. Будет интересно прийти в ваш институт, в вашу лабораторию, устроиться и узнать из первых рук, поработать. Приходите, будем рады. Мы на Пироговке в старом здании, в первом здании второго медицинского института. Это НИИ физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства. Марья Андреевна, исполняющая генерального директора НИИ ФХМ. Спасибо большое, Марья Андреевна. Спасибо. Спасибо.